Здравствуйте, товарищи! На прошлой лекции мы рассмотрели самую первую, самую простую категорию изображающие или отображающие движения. Эта категория называется становление. В становлении есть противоположные моменты. Один из них – возникновение, это переход ничтого бытия, а другой – прихождение. Вот это возникновение к чему относится? К чему относится эта категория становления? Движение ничтого бытия. Движение ничтого бытия. А где-то применять-то можно ее? Или она только для ничтого бытия? Или для всего, что можно рассматривать как бытие? Если дарить на все, что рассматривается как бытие, переходит в ничто. Вот вы есть? Ну, раз вы есть, значит, вы переходите в ничто? Или про себя не хотите? Ну, про меня можете сказать. Ну, я бытие, я перехожу в ничто или не перехожу? А есть что-нибудь, что бы не переходило в ничто? Можете привести какой-нибудь пример того, что в ничто не переходит? Если это бытие. Вот если это, так скажем, явление какого-нибудь в сфере духа, то, как говорится, музыкальное произведение вечины, да, неприходящее. А уже если картину, вот, сами понимаете, как бы ее не берегли, вот она, к сожалению, подвержена прихождению, да? И, так сказать, всячески охраняют, и возобновляют в случае чего, чтобы ее сохранить. То есть это всеобщая категория. Мы начали с вами с рассмотрения самых простых категорий, но все-таки это категория не покоя, а категория движения. Поскольку весь мир находится в постоянном движении, и любой предмет. Это очень нетрудно доказать. Вот, скажем, кого бы мы из вас взяли, вы же дышите, правильно? Раз вы дышите, вы вдыхаете. Это один процесс, а вы дыхаете другой. Вот, проходит в организме процессы окисления, правильно? Происходит усвоение того, что вы потребляли, и освобождение от продуктов распада. То есть и тот, и другой процесс идет. Вот кровь, которая различается на венозную и артериальную. Артериальная кровь приносит клеткам питательные вещества и кислород. А венозная кровь забирает продукты распада и так далее. Можем мы привести какой-нибудь пример, какой-нибудь предмет или явление, которое бы не подпадало под этот процесс, не находилось бы в процессе становления. А когда мы говорим о общественных явлениях, у нас ведь в социальной философии, то тогда мы говорим об обществе. Общество находится в процессе становления, то есть возникновения и приходения. Но когда мы берем уже конкретные формы общества, получается некоторое такое бытие, которое в известное время выступает как бытие, несмотря на то, что в нем идут и процессы прихождения. Вот так мы с вами рассмотрели, что есть всего три большие формации. Первобытный коммунизм, при котором люди жили 90 тысяч лет. Потом частнособственнические формации, это рабовладение, феодализм и капитализм. И, наконец, возврат, отрицание, отрицание, отрицание частной собственности, возвращение к коммунизму. Вот Маркс и Энгрис писали, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Это не значит, что объекты собственности уничтожаются. Потому что собственность – это не объекты. Собственность – это отношение людей к объективным условиям производства, как к своим. А как к своим можно только через других людей относиться. Это общественное отношение. И вот, следовательно, общественная собственность перешла в частную. Движение общества на основе частной собственности охватило три формации и, наконец, отрицание, отрицание. А отрицание, отрицание представляет собой такое бесконечное утверждение. Потому что бесконечно отрицается свое отрицание. Ну а переход от одной формации к другой. Вот переход одной формации к другой хорошо описывается той категории, которую мы рассмотрели. Категория, с одной стороны, прихождение. То, что старая информация приходит, а новая возникает. Прихождение и возникновение. Но, значит, скажем Бог, прихождение первобытного общинного коммунизма и возникновение рабовладельческого строя. Прихождение рабовладельческого строя и возникновение феодального строя. Прихождение феодального строя, возникновение капитализма. Прихождение капитализма и возникновение коммунистического способа производства и коммунистической формации. То есть переход от одной формации к другой – это переходный период. Можно сказать, что становление – это важнейшая категория для описания, отражения правильного переходного периода. Но разве бывает какое-нибудь прихождение без возникновения или возникновение без прихождения? То есть с одной стороны не только возникает новое, но и новое тоже приходящее, правда? Поэтому в течение переходного периода всегда идет борьба прихождения и возникновения. И когда эта борьба заканчивается, то вот наступает наличное бытие, так сказать, спокойное бытие. А результат – снятие становления. Реализация – снятие становления. Вот если мы таким образом будем рассматривать на историю России с конца XIX века, то вот можно сказать, что в рамках феодализма, в экономике России развивался капитализм. Весь XIX век. Тот, кто хочет это подробно изучить, может взять специальную работу Ленина о развитии капитализма в России. Это третий том полного собрания сочинений. Книга не из таких, не самых занятных в том смысле, что там очень много статистики, очень много данных. Причем данные собраны уникальные. И показано, поскольку перед этим народники говорили, что Россия пойдет своим путем, она не пойдет к капитализму. Она после феодализма пойдет какой-то своей дорогой. И пока они на эту тему рассуждали, вот было представлено доказательство того, что в России сложился в экономике капитализм. С другой стороны, после того, как произошла революция буржуазная, вроде бы после буржуазной революции, переходный период закончился. Потому что в экономике он проходил раньше, а теперь еще и появилась буржуазная политическая надстройка, буржуазное государство. Вся формация стала буржуазной. Но недолгим был срок буржуазного строя в России. После этого произошла социалистическая революция, или, можно сказать, коммунистическая. Потому что социализма, как отдельной формации, нет. Социализм – это просто низшая фаза, низшая стадия, низшая ступень коммунизма. Произошла социалистическая революция, и когда она произошла, что произошло в экономике? Что было после того, как произошла социалистическая революция? А то, что было, то и осталось. От того, что власть, так сказать, перешла в руки рабочего класса, ничего в экономике сначала не изменилось. Естественно, национализация проходила только с января 1918 года. Для того, чтобы национализация стала вообще возможной, нужно было с самого начала установить рабочий контроль. Вот у нас есть такое общественное объединение, несрегистрированное, рабочий контроль. Ну, это на самом деле объединение буржуазное, потому что контроль без власти невозможен. Контролировать может тот, кто имеет власть. Вот кто власть имеет, тот и контролирует. Выполнение тех решений, которые принимаются властью. А так, чтобы вы контролируете. Так, ну вот, сколько времени в России занял процесс перехода от капитализма к коммунизму, то есть перехода к социализму, поскольку социализм и коммунизм в первой фазе. Вы не можете сразу к полному коммунизму перейти. Вы можете перейти только к такому коммунизму, который во всех отношениях несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Такой вот коммунизм называется социализм. А этот переходный период занял в России СССР 18 лет. И закончился, можно считать, в середине 30-х годов. 35-36 год. И после этого, вот, имело место уже наличное бытие социализма. А потом наступило, после отказа партии от диктатуры пролетариата в 1961 году, наступил вновь переходный период. И в ходе этого переходного периода снова стало происходить возникновение капитализма и прихождение коммунизма. Что касается надстройки, то это делается мгновенно. Вот стоило на съезде проголосовать за отказ от диктатуры пролетариата, то, как известно, сущность государства не может быть никакой. Она обязательно определяется каким-то классом. Если это не диктатура пролетариата, значит, вариант только один. Диктатура буржуазии. Сразу же, вот, у нас было две формы общественной собственности. Государственная и кооперативно-колхозная. Тогда государственная собственность сразу образовала уклад буржуазный, а кооперативно-колхозная собственность перестала быть формой общественной, стала разваливаться на отдельные предприятия буржуазные, сельскохозяйственные. И вот наряду с этим появились еще и новые кооперативы, которые тоже с собой, если нет государства рабочего класса, представляют собой частно-капиталистические предприятия. И вот мы примерно в такой экономической картине себя и наблюдаем на сегодняшний день. Переходный период когда завершился? От коммунизма в СССР к капитализму. В 1991 году. В 1991 году завершились процессы в основном приватизации, когда часть государственной, уже государственно-капиталистической собственности ушла в отдельные частные руки. Но, тем не менее, вот теперь и с того времени по сейчас государственный сектор, то есть это сектор, который представляет собой единого капиталиста коллективного, этот государственный сектор выпускает более 50% ВВП. По разным подсчетам от 50 до 70% ВВП. Что касается такого капитала индивидуального, то он в значительно меньшей степени. Вот картина, которую мы имеем на сегодняшний день. Это вот я вам рассказал, чтобы обратить внимание, насколько категория становления тут совершенно необходима. Без нее ни о каком описании или научном изображении движения общества просто не может быть речи. Особенно в части перехода от одной формации к другой. И вот теперь нам надо изучить следующие категории, тоже описывающие движения, вам знакомые изменения. Но прежде чем переходить к такому строгому изложению, я вот хочу задать вам вопрос. Вот вы равны самой себе, равны. Но вы только равны? Или что-то у вас изменяется? Вот когда вы вдыхаете, когда вы выдыхаете, то разве вы равны? Вы или вдыхающие, либо выдыхающие. Если у вас делается по очереди, так вы равны или нет? Вот я заметил, когда вы так на меня посмотрели, и у вас глаза туда, направо, налево. Так это говорит о равенстве или о неравенстве? Могу я вам задать другой вопрос? Вы не равны самой себе? Что? Да или нет? Я равна самой себе. А? Я равна самой себе. Вы равны самой себе. А вот это неправильно, что вы не равны? А вы зачем сюда пришли? Тогда университет. Это вы же пришли, так сказать, еще школьницей, а становитесь студенткой. Разве вы равны или нет? Или вы хотите остаться первокурсницей или стать выпускницей бакалавриата? Вы согласны, что выпускница бакалавриата не равна? Просто поступающим. Я не о моментах говорю, я говорю о том, что вот если вы в конце будете неравны, так вы, как вы можете стать неравны, как вы можете стать выпускницей бакалавриата, если вы все время равны самой себе. Если вы все время равны самой себе. Пришли на первый курс, и хотя вы, так сказать, кто-то искажаете действительность, вы же сдали экзамен уже один раз. Человек, сдавший экзамен, равен человеку, который не сдал экзамен. Ну, не сдавший экзамен, это не успевающий, а сдавший экзамен, это успевающий студент. Я правильно понимаю? Так вы равны были? Или вы считаете, что это все равно? Тогда мы вам тоже и ставить будем, вот будете и сдать, а я говорю, раз вам все равно, я раз двойку. Если тогда вы скажете, нет, это мне не все равно, тогда пятерку. Разве может быть что-нибудь, быть только равным. Ну, хорошо даже. Вот есть такое понятие покойник. Про вас не буду говорить, это скорее вот, скажем, лучше про себя буду говорить, чтобы вас не тревожить. Покойник, он равен самому себе? Ну, раз покойник, равен, да? А что, не предлагается труп? Почему стараются быстрее захоронить? И, наверное, вы знаете, через некоторое время потом раскапывают, там, если эволюмацию проводят, когда нужно выяснить, что произошло, или какие-то, так сказать, связаны с какими-то преступлениями, или с историей вопроса. И что обнаруживают? Кости. Так что, кости равны покойнику или нет? Вот был покойник, а вот кости. Это то же самое? Уж вроде мы взяли то, что как бы совсем не движется, и не дышит, и не изменяется. Есть разве что-нибудь в жизни, что было бы только равно самому себе? Все изменяется. Это да. Вот видите, как вот. Вы как Гераклит сейчас выступили. Наконец пришли. Потому что Гераклит говорил, все течет, все изменяется. Древнегреческий философ. Но если оно изменяется, он еще и второе говорил, что при этом оно остается равным самому себе. Вам хотелось это вот, себя сохранить. Вы тут со мной бились, а то вас как бы куда-то растащили, утащили, и вы не остались. Человек только потому и сохраняется, становится и является равным самому себе, потому что он неравен все время самому себе. Ну вы завтракали сегодня. А почему вы завтракали? Наверное, вы понимаете, что если вы не будете завтракать, то это неравенство самой себе на вас отразится. Ваш организм нуждается в пище. Так. Ну после того, вы позавтракали, ну после этого, вы же понимаете, потом к обеду опять может появиться голод. Или сейчас студенты при такой стипендии вообще не едят? Как бы считается, что можно сказать, что проводится такой эксперимент. Вот сколько вы стипендию получаете? – 1691. – 1691. И сколько, вот я спрашивал многих, и вас хочу спросить, и сколько вы можете прожить на 1691 рубль? Сколько дней? – Десять. – А? – Десять. – Десять дней, да? – Ну если я возлюблю с этим денег. – То есть в следующей неделе я еще вас увижу. Потому что она через семь дней же у нас. То есть вот так заложили. Вот как вы думаете, вот если государство, оно думает о студентах, о молодежи, оно как должно заложить, чтобы студент мог прожить месяц, или чтобы он не мог прожить месяц? Или, дескать, пусть родители его содержат. А это значит, что если вас родители содержат, то вы в положении маленьких детей. Правильно? Находитесь. Ну раз родители, на содержание у родителей. Ну мне об этом легко говорить, потому что я в свое время, вот вместе с своей коллегой, мы получали стипендию, на которую мы совершенно спокойно могли прожить месяц. И нам хватало, тем более, что учебники у нас. Пошел в библиотеку, все учебники получил на год. И все. Все необходимое было. А у меня я получал Чебышевскую стипендию с одной четверкой. 60 рублей. А общая была стипендия сначала 35, потом 45. А у директора Кировского завода была зарплата 1200. Ну вот такая, как бы, третья часть. А? 120. 120, прости. Это я уже под гнетом новых этих цифр. Если сейчас все эти нули поубирать, то там будет видно, как мало получается. Нет ничего ни на земле, ни на небе, ни в духе, чтобы не изменялось. Вот коренное положение диалектики. Диалектика говорит о том, что все находится, ну, мы можем сказать, в процессе становления и изменения. Пока. Пока мы еще третью категорию не изучили. У нас еще есть третья форма движения впереди. Но мы ее держим в резерве. Вот. Но для того, чтобы аккуратно изложить, чтобы у вас не осталось в голове то, что я вам сказал, а вы запомнили. Потому что это не самый лучший способ усвоения материала, запоминать то, что сказал преподаватель. Пойдет другой преподаватель, другой скажет, потом третий, третий скажет. И вот, так сказать, бедный студент, он, значит, это все записывает, и непонятно. За что ему зацепиться. Откройте книгу, там четвертую. Пятую книгу, там еще что-нибудь другое. Поэтому существует метод в диалектике. Метод Кегель определяет как осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть нужно этот предмет брать как движущийся, как самодвижущийся, изучать его противоречия и, следовательно, осознавать форму внутреннего самодвижения. Не то, что мы его толкаем, и что мы придумаем, как он движется и почему он движется. А что это воспроизводится, так сказать, в статье самого движения того, что мы изучаем. Так вот, если с этой точки зрения подходить, мы так с вами и поступили. Мы ведь сначала начали с чего? С чистого бытия. Мы взяли начало. Начало это что? Уже в прошлый раз был разговор. Что такое начало? Да, неразвитый или неразвернутый результат. А результат что такое? Развернутое начало. Значит, вот мы идем. Мы с вами рассматривали становление. А вот когда мы показали, что это движение, исчезновение, бытие явно ничто, ничто, бытие возникновение и становление, то тогда наше становление оказалось, что сторона этого становления, в самом становлении, переходит одна в другую. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. А если бытие перешло в ничто, а ничто переходит в бытие, то нет ничто и нет становления. Нет бытия, а следовательно, нет становления. Что произошло? То есть всё то, о чём мы говорили, что было достигнуто нашим непосильным умственным трудом, исчезло. Поскольку бытие перешло в ничто, ничто перешло в бытие. Само становление было благодаря разности бытия и ничто, благодаря тому, что они разные. А если они друг к другу переходят, то эта разность исчезает, а вместе с ней исчезает и становление. Ну вот, скажем, люди, которые не знают диалекцию, они на этом поставили бы точку и сказали, ну всё, одеваемся шляпой, шапкой и расходимся, поскольку уже всё. А мы должны задуматься над тем, что такое исчезание и становление. Исчезание, имея в виду, так сказать, что всё это движение и развитие, оно идёт от одной категории к другой, от самой простой, которая была чистой в бытие, к более сложной. И вот, скажите мне, а что такое отрицание становления? То есть, произошло, оно, как говорится, отрицало себя. А что является отрицанием становления? Становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. Значит, отрицанием становления что является? Начало – это нечисто. А? Отрицание – беспокойное множество. Ну а что вам, зачем? Беспокойное единство. Вот беспокойное единство. Это надо, если вы не можете сразу охватить, надо всё это по частям делать. Отрицанием беспокойного единства. Отрицанием единства что бывает? Множество. Вот единство, когда мы говорим, мы с вами едины, нас сколько? Вот мы с вами едины. Это что означает? Что нас двое. Это только на первый взгляд кажется, что слово «единство» – это одно. Если вы будете доказывать, что вы одна, то далеко не уйдёте. Я – это я. Да, вас интересует этот рассказ. А вы – это вы. А вы – это вы. Про вас я ещё забыл сказать. А вы – это вы. И за вами там некая ответственность и прячется. Ну вот они только. Единство – это слово, которое как раз предполагает множество. Почему говорят? Это единство взглядов, единство мнений. Ну сколько? Много взглядов может быть. А вот и единство. То есть слово «единство» для обозначения множественности. А вовсе нет для значения одного. Для значения одного, говорит, есть слово «одно». Вы скажете «я одна», и всё. А не «я едино». С кем вы едины? Я едино с вами в этом вопросе. Да? Или я не едино с вами в этом вопросе. А если вы одна, так и говорите «я одна». И «я одна совсем одна» в своём здоровом коллективе, как поётся в песне. Значит, отрицание единства. А что является отрицанием единства? Вот когда у вас есть какое-то единство многих, что является отрицанием единства? Сразу не додумаешься. Отрицанием единства является простота. Простое. А единство – это же сложное. Сложное. Вот наше единство, наше с вами, оно сложное. С вами тоже. Значит, когда мы берём отрицание, это простота. То есть отрицание. Вот берём становление себя отрицало. Беспокойное единство себя отрицало. Значит, единство себя отрицало, получилась простота. А отрицанием беспокойства что является? спокойствие. Ну вот спокойная простота. В результате отрицания становления мы имеем дело со спокойной простотой. И как бы вы назвали спокойное простое? Оно есть? Раз есть, то бытие. Но не то бытие, которое было чистое. Чистое сразу переехало в ничто. А это спокойная простота. Вот такое, такое спокойное и простое бытие называется наличным бытием. Но дальше я, учитывая ограничения, которые у нас есть по времени, буду вам рассказывать, как дальше развиваются категории и события, соответственно, движения. Но вы это можете повторить, если вы откроете науку Луки Гегеля, учение о бытии, начнете с начала, пропустите предисловие, это не начало. Начало простое. А предисловие пишется когда? В начале книги или в конце? В конце, когда человек написал. Потом вроде как он объясняет. Но это объяснение, но не начало научное. Научное начало, вот начнете вы с чистого бытия и дошли. И вот мы имеем дело со спокойным и простым бытием. А теперь, раз мы уже получили что-то новое, что нужно сделать? Вперед пойти или назад оглянуться? Да как вы можете пойти вперед, не оглянувшись назад? Даже вы не знаете, что такое вперед. Сначала надо оглянуться назад. Вот это простое наше бытие, спокойное и простое, является результатом отрицания становления. Правильно? Ну так? Констатируем, что вот то, что мы получили, оно не само по себе, а результат отрицания становления. Ну, это вот отрицание. Раз оно является отрицанием становления, то оно содержит в себе становление. Вот вы и являетесь отрицанием своих родителей. Но вы же не родители ваши, вы же их дети. Я неправильно понимаю? Но дети – это не родители. Ведь дети – это не родители. Отрицание налицо? Налицо. Вот и здесь вот это вот простое, это спокойное и простое бытие, наличное бытие, является отрицанием становления. А вот если вы берете отрицание, означает ли отрицание от разрушения, уничтожения? Нет. Нет. Ну вот вы родились, а родители остались при этом живы и здоровы. Хотя разные бывают роды, как мы знаем, да, и всегда успешные, но бывает так, что ребенок родился, а вот мать не выжила. Бывает наоборот. Мать выжила, а ребенок не родился. То есть это сложный процесс, так сказать, вот если мы возьмем вот это явление. У нас рядом как раз институт. Здесь мы только категорию выводим, а рядом вот сложные роды принимать. Институт рядом, когда от набережной идешь. У меня здесь внучка родилась как раз в этом институте. Так, ну так вот, значит, вот это спокойное и простое бытие является отрицанием становления. Следовательно, всякое отрицание является удержанием того в себе, что произошло. Вот если я вас отталкиваю, чтобы от вас оттолкнуться, я что должен сделать? Дотронуться. Дотронуться. Это вот, чтобы я вот от вас оттолкнулся, что мне надо вот идти, идти и, наконец, до вас дотронуться. Правильно? Иначе я вас никак не могу оттолкнуться. Иначе словами отталкиваюсь, а я должен вот дойти. Гегель пишет так. Для того, чтобы вы нарушители спокойствия, выкинуть из храма, его приходится обнимать. Правильно? Или что делают борцы греко-римского стиля, когда они выходят? Что? Прежде всего они друг другом обнимаются, а потом начинается борьба. Потому что борьба предполагает соприкосновение, единство. Поэтому надо забыть о зряшном отрицании, которое не диалектическое. И на всю жизнь запомнить, что отрицание бывает только диалектическое. Если я отталкиваю стол, то, как мы изучали по физике, то сила отталкивания является той же противоположной силой, появляется со стороны стола. Вот когда я его отталкиваю, я вступил с ним в единство. Пока я вот так не отталкиваю, и у меня нет никакого единства. Есть тут стол, нет тут стола, мне безразлично. Но если я уже его отталкиваю, то я чувствую, как он со мной в единстве находится, то есть он сопротивляется. А что значит сопротивление? Самое тесное единство приходит, не просто, а вот тесное единство, раз есть сопротивление. Вот это надо понять и усвоить на всю жизнь. Что никаких других отрицаний не бывает. Даже если я словесного отрицаю, я с вами не согласен. Но я к вам же обратился. То есть я вступил с вами в единство, правильно? А если я с вами не согласен, я с вами вступил в единство. А с вами в единство не вступил. Хотя на вас показал, и уже все, тоже вступил в единство. Но это, так сказать, люди неграмотные в диалектике, они ничего этого не замечают. Они это по-прежнему пытаются рассуждать в области общественных явлений. Ну, имея дело, так сказать, с опорами и палками, дубинами. То есть нет у них инструментов для анализа этих явлений. А мы с вами вырабатываем более тонкие инструменты, без которых в рассмотрении общественных процессов. Делать ничего. А почему мы этим занимаемся? Да потому что конфликтология занимается как раз не просто рассмотрением общественных процессов, да еще и конфликтов. А конфликт – это противоречие, которое обострилось до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. И поэтому, как мы можем говорить о таком общественном явлении, как конфликты, если мы в этих вот таких категориях не разбираемся. Так вот, такое отрицание, которое содержит в себе отрицаемое, называется снятием. Так? Снятие. Снятое молоко – это молоко? Ну, вот вам рекламируют, девушки молодые, покупайте однопроцентное молочко и однопроцентный кефир. А что это такое? А это снятое молоко, то есть отрицание молока. Дескать, вы пейте отрицание молока, а мы будем пить молоко, а вы отрицание молока. Раньше это называлось обратно, то есть из колхоза везут молоко, а жирность молока у коров какая? Разбывает один процент? Не бывает. Бывает пять, бывает четыре, бывает семь, бывает девять. Вот привезли. После того, как привезли на молочный завод молоко, происходит сепарация. Сепарация что означает? А? Разделение. Сепаратисты – это те, которые отделяются. Есть такое понятие применительное к обществу. Отделяют. Что отличают? Отделяют. Сливки. Жир. Молочный жир, который очень полезен. Его, так сказать, собирают в слив. Ну, дальше из него могут делать сливочное масло. Самый простой способ – вы берете, берите сливки и трясите, и получите масло через некоторое время. Долго надо трясить. Если это не промышленный процесс. Остается однопроцентное молоко. Его везут обратно. Поит телят. Поэтому раньше было такое понятие – обрат. А теперь этот обрат продается вам с такой рекламой, где сказать, вот, будете стройные. Так мы при такой стипенде и так стройные. Вы можете не беспокоиться. Это уже решено, чтобы вы были стройными. На самом высоком уровне. Так что, а как дальше поступают? А дальше добавляют там жиру, сколько надо, вот, два с половиной процента. Или такие коровы есть, которые два с половиной процента дают. Нет таких коров. Потом можно добавить еще, будет три-два. Есть нормальное молоко, а есть нормализованное. Вы различаете эти понятия? Что такое нормализованное? Это точно уже ненормальное. То было молоко, а потом с ним что-то делали, и получилось нормализованное, с отрицанием. А есть отборное молоко. Оно ненормализованное и ненормальное. А как оно называется? Нет. Это так написано на нем. Оно называется цельное. Понятие. Цельное молоко. По-украински цельное неизбирание. Неизбирание. То есть, они не подвергали сепарации. Вот это цельное молоко. А нормализованное, нормализует его с точки зрения того, кто считает, что он нормальным. Нормальное, чтобы люди пили два с половиной, а не три и шесть. Не три и семь. Но вот если вы возьмете отборное молоко, то есть цельное, то там никогда не ставят точную жирность, потому что молоко какое-то может быть. Выше трех, меньше четырех. От трех до четырех. Три и шесть, три и семь, три и восемь. То есть снятие, или вот снятое молоко, это молоко, у которого сняли жир. То есть отрицание молока называется. Это операция снятия, но и с удержанием. Раз оно снятое, оно все равно молоко. То есть оно и молоко, но с отрицанием. Однопроцентное молоко, молоко же. Это же не кефир. Ну какое молоко? С отрицанием. Вот это вот отрицание, это операция снятия, это тоже надо усвоить. Никакого отрицания, которое бы не удерживало то, что отрицается, не бывает в себе. Если что-то отрицается, вот если я стену отрицаю, то я к ней притрагиваюсь. Ничего другого не может быть. Если вы что-то скажете, я не буду с вами разговаривать. Это что значит? Что я с вами начал разговаривать. А еще тогда, если вас нету, я тут один. Кому я это говорю? Вот если вас нет, если я вам говорю, что я не буду с вами разговаривать, я должен к вам обратиться. А вот там у вас сзади студентка, хоть она и, так сказать, как бы считается, что ее нет, поскольку ее заграживают. Но я-то знаю, что она есть, как бытие. Вот я говорю, я не буду с вами разговаривать. Для этого мне нужно было отклониться, чтобы вас увидеть и вам это сказать. То есть форма кажется такая, что отрицательная, а на самом деле она содержит в себе утверждение. Никаких других отрицаний в диалектике не бывает и в жизни не бывает. Никогда. Вот это надо усвоить, и это очень вам поможет. Не только в науке, а вообще во всех делах. Ну конфликт – это уж точно отрицание, а один отрицает другое. Один говорит одно, другой говорит другое. Это еще спор. А потом один такие меры принимает, что это уже не переход, не спор, а переход в конфликт. Такое обострение этого противоречия, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. Так, сейчас я вас убеждаю, доказываю, потом говорит так, а потом будет экзамен. Ничего там вам будет перед экзаменом консультация, вы будете меня спрашивать, допрашивайте. Я должен на консультации ответить на все ваши вопросы. А вот на ваши вопросы на экзамене я не буду отвечать. Экзаменатор не отвечает ни на какие вопросы на экзамене. Он слушает, что ему говорят, и ставит оценку, и все. Итак, на личное бытие есть результат снятия становления. А раз оно результат снятия становления, становление-то не пропало? А если оно не на лицо, на лицо только бытие, значит оно в нем. Вас это удивляет, что в нем? Вот вас удивляет, что ваше сердце не на лицо, его не видно, хотя оно у всех есть. Правда? Оно же не на лицо, не на личное бытие. И хоть про них-то говорят, что они бессердечные, но это больше, так сказать, образ. Таких бессердечных людей нет. Сердце говорит о вас. Или черт в свое сердце, как батон, который зачерстил. То есть в на личном бытие есть то. Итак, вот каждая следующая категория по содержанию содержит все те категории, которые нужно пройти, чтобы до него дойти. Правильно? Вот поэтому в на личном бытие есть становление. А в становлении, кроме бытия, есть еще, как вот нам выяснилось в самом начале, мы обсуждали. Ничто. Правильно? Там не только же бытие есть, ничто. И значит, в на личном бытие есть ничто. Но оно не на лицо. Точно так же, как внутренние органы, потому что они и внутренние, что они не на лицо. А вот если они вдруг на лицо, то это значит овалия какая-то была. Это что-то произошло нехорошее. Или иногда, когда делают операцию, достают какие-то, и в этих совершаются определенные манипуляции. Так. Ну вот такую картину вы видели до этого, чтобы было на личном бытие, а в нем ничто. Это новая же картина. А на новую картину нужно новое понятие. Вот то ничто, которое на личном бытие, называется небытием. Ваши внутренние органы, это не вы же. Вы же не внутренние органы. Внутренние органы – это МВД. Это внутренние органы. А вы-то не внутренние органы. То есть, вот на личном бытие есть ничто. И такое ничто называется небытием. Оно не самостоятельно, оно же внутри, поэтому оно небытие. И вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, говорит Гегель, называется определенностью наличного бытия. Вот молодой человек пришел в серой рубашке. У вас рубашка – это вы или не вы? Это ваше отрицание или это вы? Мое отрицание. То есть, вы не рубашка. Я правильно понимаю? А рубашка – это не вы. То есть, вы могли бы и в белой рубашке прийти. И в клетчи ты могли прийти. И все равно это было, все равно это не вы. Правильно? Ну, я могу право сказать, что вот, особенно в очереди, когда стоят, зачем они говорят? Я вот за серой рубашкой. Или я за молодым человеком в серой рубашке. То есть, это ваша определенность. То есть, определенность всегда – это отрицание. Хотя кажется, что это вот ваше утверждение. Например, про девушку скажут – это блондинка. Это о чем говорит? Это определенность девушки? Ну, это какая-то, о чем это говорит? Что у нее волосы светлого. Это и все. И больше ничего об этом не говорит. А вы, молодой человек, брюнет. О чем это говорит? А может, об уме, о красоте. О чем это говорит? О знаниях. Ничего, ни о чем не говорит. То есть, это не вы. Но это не вы. А вы – это ваше отрицание в вас самих. Это же, если у вас там черные брови, это не мои брови вам привело. Это ваши же брови. Но и ваше отрицание в вас самих. Но потому что брови – это не вы. И нос – это не вы. Есть нос, есть вы. Мы вас не берем только как фигуру, а берем целое. То есть, надо запомнить еще вот это, что определенность есть отрицание. Вот это вот небытие, принятое в бытие. Так что конкретная целая форма бытия – это называется определенностью наличного бытия. И всякая определенность – есть отрицание. Есть какое-то отрицание. Допустим, ваш рост, ваш вес. Вы же не рост, это не вес. То есть, отрицание – это рост, это не вы. Вес – это не вы. К сожалению, даже ум тоже не вы. Почему? Потому что один ум. Нельзя же брать один только ум. Это уже некое абстрагирование, то есть, отрицание всего остального. А доброта и так далее. И другие качества есть. И вот эта вот определенность, то есть, отрицание есть, делает, необходимо рассмотреть ее саму по себе. Правильно? Вам хочется же рассмотреть эту определенность. Если вы увидели определенность. Вот я прицепился к вашему товарищу, что у него серая рубашка. А можно вашу рубашку я рассмотрю? У вас тогда я как бы в сторонку пока на время. И занимаюсь только рубашкой. И когда я ее делаю предметом своего рассмотрения, то вы уже выступаете как отрицание, а рубашка как утверждение. То есть, рубашка, которая вообще для вас отрицание получила вид бытия. Вам для него нужно новое превращение бытия в ничто, а ничто бытия. Это не новость. Правильно? То есть, вот эта вот определенность, взятая как бытие, называется качеством. Вот у вас есть качество. Скажем, красота – это качество? Вот девушка красивая, значит, ее красота – это качество, или сама девушка – это красота? Или красота – это девушка? Все-таки есть красивая девушка, и это ее определенность, правильно? Красота. То есть, ну, мы ее как бы отрываем и берем отдельно. Вот красота девушки. Или глупость какого-нибудь человека. Сам человек не глупость. Человек – это же организм. Откуда глупость? То есть, вы берете ее и рассматриваете отдельно. А когда вы берете отдельно, у вас ничто превращается, неопределенность превращается в бытие. Но у нас же наличное бытие. А наличное бытие – это результат снятия и становления. А в становлении есть два момента – бытие и ничто. Значит, мы про любое бытие должны его взять и как бытие, и как ничто. Вот качество, взятое как бытие, называется реальностью. А качество, взятое лишь как ничто, называется отрицанием. Вот вы сейчас пишете, да? А вы видите, что то, что вы пишете – это отрицание того, что страница ваша белая. Она же вот белая. Берете и портите хорошую страницу своими письменами. Это явное отрицание. Ну, надеемся, что там мысли правильные написаны. То есть, как бы это утверждение, но в виде отрицания. Вы обязательно должны что-то беленькое зачернить или черненькое забелить. Если это в газете печатается, это называется выворотка. Раз – и на черном фоне белым печатают. Или на белом фоне черным. А в абсолютном свете, то вот белым по белому будете писать, ничего не будет видно. В абсолютном свете, говорит Гегель, так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Поэтому для обозначения определенности существует два. Или она берется как положительное в виде как качества. Или как отрицание. Вот когда она берется как положительное, она называется реальностью. Вот вы сейчас студенты, такова реальность. Чего хорошего? Что есть реальность? То есть вы еще не закончили. То есть вроде хорошие что-то сказали, но носит такое положительное же качество. Но это же определенность на самом деле. То вы еще не стали бакалаврами. Лавры еще по бокам не висят. Значит, что у нас получилось? У нас есть наличное бытие, качество. А качество как реальность, как отрицание. Что-то много уже стало. Тяжело думать стало. Не знаю, как вам, я уже затрудняюсь. Уже наличное бытие, три мысли надо держать в голове. С ума сойдешь. Наличное бытие, реальность и отрицание. Но само качество-то оно уже есть. Значит, оно наличное бытие. Значит, снятое различие между качеством и наличным бытием. Реальность – это бытие. Снятое различие между реальностью и наличным бытием. Отрицание. Так оно тоже есть. Раз оно и есть, оно снятое различие с качеством и с наличным бытием. Все эти различия сняты. Нет отдельного у нас качества, нет отдельного отрицания. Нет отдельной определенности, отдельного наличного бытия. есть лишь определённое наличное бытие. Согласны? Есть лишь определённое наличное бытие. Для этого мы пришли к другой категории. Раньше у нас была категория наличного бытия, и отдельно мы рассматривали её определённость, вырвали из неё. А выяснилось, что просто наличное бытие определённое. Вот эта новая категория так и называется — определённое наличное бытие. Длинная какая-то категория получилась. Как бы ее сократить? И вот Гегель начинает сокращать. Вот это определенное наличное бытие. В данном случае, в этом примере, молодой человек в серой рубашке. Определенное наличное бытие. Это можно сокращать. Наличные сущие, можно сказать. Например, такое есть слово. Привезли раненых. Можно считать, привезли кого? Раненых. Привезли каких раненых? На два вопроса отвечает слово «раненые». Вот это называется наличное сущие. Наличное сущие. И все равно длинно. А нельзя ли еще короче? Так вот категория для обозначения определенного наличного бытия, короткое, это «нечто». Вот это запишем. Значит, у нас было сначала чистое бытие, потом его движение привело к наличному бытию, а теперь мы уже имеем «нечто». Это уже более усложненный вид наличного бытия. «Нечто». «Нечто». «Нечто» – это положительная категория или отрицательная? Положительная. А впереди, видите, стоит «не». Как вы считаете, что положительная, а впереди «не» стоит? А вот если бы «не» стояло отдельно от «что». «Нечто» – это было бы уже отрицательное удовольствие. А вот тут «не» вобрано является моментом самого этого бытия. И поэтому «нечто», несмотря на нахальное «не» в самом начале, которое прямо лезет в глаза, «нечто», воспринимается как положительное. Или вот пошли вы в Эрмитаж, вы увидели красивую картину и говорите «это нечто». Восхитились. Что значит «нечто»? Это вообще «ничто». Это что, отрицание? Нет. Потому что оно, вот это «что» и «нечто» так стоят вместе. Вот эта категория, которая записывает в себе это отрицание, но это отрицание есть в самом утвердении вместе с ним. Что нам дальше делать? Вот ради чего мы это все делаем? У нас тему лекции «Знамит» – изменения. Вот я хочу добраться до изменения, не прыгнуть просто из становления в изменения. Показать, как оно выводится, как оно получается. И вот это «нечто» мы рассматриваем. Что вы про «нечто» можете сказать? Скажите. Что оно есть. А раз оно есть, то в нем есть его отрицание. Раз оно есть, как на личное. Оно же на личное бытие. Это слабо, а то вы сказали, что оно есть. Это вы есть, могли сказать, про простое бытие. А про это на личное бытие уже, да, определенное. Оно, во-первых, на личное бытие. А во-вторых, оно еще и с определенностью. Ну вот давайте мы возьмем хотя бы как на личное бытие. Раз оно на личное бытие, то в нем есть его отрицание. Не бытие. А раз есть не бытие, а на личное бытие, значит, на личное бытие надо брать и как на личное бытие, и как его отрицание. То есть как иное. Вот появилась еще одна категория «нечто» и «иное». Или другое. Это совершенно синоним. Вот если я скажу вам, что вы вот после лекции стали совсем другая. Это что значит? Это надо этому верить. Совсем. Что значит совсем другая? Так вы же, если вы остаетесь, вы-то собой-то остаетесь, а если вообще вы не остаетесь собой, что убивает, что ли, на лекции студентов? Что они вообще после этого, они уже не равны самому себе. То есть вот есть категория «иное». Вот мы на личное бытие уже рассматривали. Давайте рассмотрим категорию «иное». Вы когда-нибудь в жизни рассматривали категорию «иное»? Что вы можете сказать про «иное»? Вот я вам сейчас глубокомысленную изреку предложение. «Иное и «иное» есть «иное». Попробуйте со мной поспорить. «Иное и «ного» есть «иное». Но если оно «иное» и «ного», так оно «иное». Но если оно «иное» и «ного», то оно и не такое уже, как то, которое было. Правильно? Согласны? Вот обратите внимание на это высказывание. «Иное и «ного» есть «иное». В нем содержится в этом высказывании два противоположных утверждения в скрытой форме. А мы, наука в чем состоится, что мы вскрываем знания, находим, идем к сущности, в глубину. «Иное и «иное» есть «иное». Мы это можем по-разному читать. «Иное и «иное» есть «иное». То есть не равно самому себе. Согласны? Что «иное» и «ного» не равно «иному». А я могу по-другому сказать. «Иное и «иное» есть «иное» же. Было «иное», осталось «иное». Согласны? То есть оно равно самому себе. И что мы получаем? Мы получаем и равенство с собой, и неравенство с собой. Это я вот тут вначале спрашивал. Помните? И вы, так сказать, сказали, что в итоге у вас равенство с собой. Как будто бы вы не студенткой, не занимаетесь и не выполняете свои знания. Но если я просто оставлюсь равным самому себе, то я не развиваюсь. Правильно? Не иду от низшего к выше. Поэтому вот как читать? Надо и так, и так уметь читать. «Иное и «иное» есть «иное» же. Ну, взяли «иное» и получилось «иное». «Иное и «иное» есть «иное». Оно же само. Как же само? Так «иное и «иное» есть «иное». Чувствуете? «иное»? А вовсе не само. А что такое? Значит, другое. То есть отрицание. Так вот. Мы теперь можем сказать, что определенное наличное бытие, наличное сущие или нечто, имеет два противоположных момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Вы знали только такие, как ничто и бытие. А теперь равенство с собой и неравенство с собой. Это вы равны самой себе? Да. Вы не равны самой себе? Вот, правильно. И этот ответ положительный. Вот, тогда это похоже на диалектику. Это противоречие уже. Правильно? Все, что изменяется, оно и равно самому себе, но и не равно самому себе. Я вот однажды после таких лекций спускаюсь в метро, в селе Островское, и там рекламный щит. На нем девушка с таком цветастом платье, нарисованной, написанной. Меняйся чаще. То есть, только вот одна сторона, это неравенство с собой, там, почем, и все. А как раз на другой день, я с другой стороны подъезжаю через Дворцовую площадь. К концу подхожу, чуть ли не к остановке, а там, кстати, рекламный щит написано. «Меняйся, но оставайся собой. Арифлейм. Вот думаю, да. Арифлейм-то уже. Вот куда продвинулся? Понимание, диалектики. Меняйся, но оставайся собой. Ну, вот если вы все разовьете, все изучите, станете бакалавром, но это уже не вы. Это вам нравится? То есть, вы придете, ну, поставьте. Нет, это я не вам. Ваша уже не изучительна этого зачеткого, потому что зачетка – это уже не вы. Вы же изменились, зачетка старая. Видите? Это не права. То есть, во всяком изменении обязательно есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Вот мы это наговорили про наличное бытие, а потом вспомнили. Наличное бытие – это ведь определенное наличное бытие. Правильно? Определенность неотделима же от наличного бытия. Значит, это все надо отнести и к определению. Правильно? Значит, определение, как равное самому себе. Вот если оно в изменениях сохраняется, то это уже не просто определенность, а определение. Вот у Гегеля написано в этом месте соответствующее, можете посмотреть, потому что это, так сказать, на слух даже вдруг неслабо воспринимается, нелегко. Это качество, то есть качество. Вы берете какое-то определение ваше, качество. Ну, какое качество? Ну, не любое. Ну, не то, что у вас в руке карандаш. Это не это же ваше определение. Может быть и ручка. Может быть и телефон. Может быть и кошелек. Качество, которое в себе, в простом нечто и сущности, находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А что такое в нем бытие? Это такое бытие в себе, которое сопротивляется переходу в иное. Вот хотят вас когда-то с доброго пути столкнуть, а вы сопротивляетесь внутренне. Вас убеждают или понуждают, или вынуждают, а вы сопротивляетесь, да? И тогда вот это вот. Это не просто ваша определенность, а она называется в нем бытием. То есть вы сохраняетесь в том качестве, который у вас есть. Сохраняете свою определенность. Определенность. И вот такая определенность, которая не просто равна самой себе, а которая в себе бытие, а которая и противостоит переходу в иное, называется в нем бытие. А когда речь идет просто о вашем разнице с собой или о любом другом объекте, употребляются слова в себе. Эти слова кажутся очень странными из науки, логики, но они сплошь и рядом употребляются в жизни. И сейчас я вас спрошу, вы в себе или не в себе? В себе или вроде бы в себе? Вроде бы это отрицание. Вы подумаете? В себе. Так. И вы в себе? Да. А если не в себе вы, это что значит? Тут есть какие-то варианты. Не в себе, это значит, что себя плохо почувствовали. Или тогда говорят еще не по себе. Да? Мне сейчас не по себе. От ваших лекций мне не по себе. Можете так сказать. Слушала-слушала я вашу лекцию и стало мне не по себе. Или сейчас я приду в себя и тогда буду слушать внимательно. А где вы были? Говорят так. То есть себе это вот равенство собой. Или я сейчас вот спрашиваю, спрашиваю вас потом. Ну что вы как студенты не можете никак выучить эти вещи? Это что значит? Это я вышел из себя. То есть это не равенство мое с собой. Видите? Вышел из себя. Говорят же. То есть в себе бытие – это равенство с собой. Или она была вне себя. А что значит? Как вы можете выскочить вне себя? Можете быть? Вне себя. Ну говорят же так. Я вне себя. Это как вы. Куда я делаю? А что, а пиджак? Вот пиджак мне меня, это точно. То есть когда говорят о в себе бытие – это равенство с собой. А вот качество, которое есть не только равенство с собой, но и противится переходу в иное, называется определением. Вот это диалектическое понятие определения. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечета, с в нем бытием. Называется определением. А определенность, которая есть лишь в бытие длинного, в бытие длинного – это неравенство с собой, в бытие длинного. Есть характер. Вот в некоторых книжках, почти во всех изданных после 1939 года и до прошлого года, вместо характера написано свойством. Неправильно перевели. А в собрании сочинений Гегеля, в науке логики, которая была издана в 1937-1939 году, в 1937 году первую и тому же. Определенность и характер. Характер у вас проявляется в отношении к другим людям, правильно? А не сам по себе. У вас есть определение, но ваше определение, когда сталкивается с жизнью, с другими людьми, с другими предметами, оно проявляется как характер. Так, ну вот теперь мы с вами вооружены для того, чтобы изучать изменения. Значит, во всяком изменении есть что? Два противоположных момента. Равенство с собой. Это в себе бытие, да? И неравенство с собой. Это бытие длинного. Это к чему относится? Ко всему. Ко всему. Нет ничего ни на небе, ни на земле, ни в духе, чтобы не было равенства с собой и неравенством с собой. Иногда у меня бывают такие случаи, когда я отсюда уезжаю на такси. И меня спрашивают водители, а вы что это здесь такое? А у нас тут институт философии. А вы чем занимаетесь? А я вот диалектику препятствую. А что такое диалектика? Ну сейчас я говорю вам объясню. Вот вы водитель? Он говорит, я водитель, да. Вот вы сейчас точку проезжаете эту? Он говорит, проезжаю. Так вы в этой точке есть? Да. Ну так почему тогда? Если вы только в ней есть, так вы ее не проезжаете. Вы в ней стоите. Чего вы мне рассказываете? Это я знаю, что если вы в этой точке только есть, то вы в ней стоите. А если вы в ней только стоите, то вы не проезжаете. Или. Ну тогда, говорит, я в этой точке не нахожусь. Но если вы в ней не находитесь, вы тоже не едете. Вы просто эту точку не переехали тогда. Как вы, если вы не находитесь в ней? Он тогда, я говорю, не знаю. Ну вот вы хотите, я вам объясню, вот вы и находитесь, и не находитесь в этой точке. И это объясняется только через противоречие. И в этом вообще суть диалектики. Вот на эту тему есть даже такой анекдот, но такой анекдот диалектический вполне. Как приехал философ в деревню, вот вроде меня, а вы как бы в деревне. И вот встречает его дед, говорит, ты кто такой? А философ говорит, я философ. И что делаю? Диалектику изучаю. А что такое диалектика? Ну как тебе где-то объяснить? Ну как? Вы же образованный человек, вы должны объяснить. А мы тоже непростые люди. Мы газеты читаем, книги, радио слушаем, телевидение. Можем даже в интернет заглянуть. Ну хорошо, дед, я тебе объясню, что такое диалектик. Вот у вас баня есть в деревне? Туда, говорит, есть. Ну вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну дед говорит. Мне, я же грязный. Нет, дед. Ты все равно грязный. А я чистый. Мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться, дед. Понял? Дед говорит. Понял. Это вот тезис. Сложная у вас наука. Но это не все, дед. Это вот тезис. А вот мы снова идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит. Да понял я вашу диалектику. Ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо. А я грязный, что мне мыться? Дед, ну что ты мелешь? Ну что ты мелешь? Вот ты грязный, тебе надо намыться. А мне-то чего мыться? Я же чистый. Понял, дед? То есть понял. Вот это антитезис. Это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит. Ничего не понимаю. Философ ему говорит. Вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. Когда уже не понимаешь. Когда уже и то, и другое. То есть для того, чтобы пользоваться диалектикой, тем более для того, чтобы решать конфликтологические вопросы, связанные с противоречием. А противоречие, противоречие, даже тут один одно говорит, противоречие. Одно говорит, а другое другое. Или про одно и то же можно сказать одно и другое сразу. Правильно? Когда идет столкновение. И то, и другое. Вот таким образом мы с вами изучили категорию изменения. И встает такой вопрос. А как ее применять к социальным вопросам? Потому что у нас тема лекции – социальные изменения. Мы никогда не должны забывать, что общество находится в постоянном изменении. Это что значит? Что, во-первых, оно обязательно, если это и это общество, так оно равно самому себе. Раз. Во-вторых, раз оно изменяется, оно еще и не равно самому себе. Два. А вот если мы берем только его как равное самому себе и не учитываем неравенство, то это грубая ошибка. Или просто считаем, что оно то, что не равно, а равенство не учитываем, то тоже грубая ошибка. То есть надо его брать и как равное самому себе, и как неравное самому себе одновременно. Поэтому общество бывает меняется так, что они еще… Это относится и к обществу, и к классам, и к людям отдельным, ко всем общественным процессам, потому что все, что есть в обществе, и само общество, и государство, все находится в процессе своего изменения. А изменение – это всегда и равенство с собой, и неравенство с собой. Ну вот если вы молодые люди, это приходящее, скоро будете зрелые. Если зрелые, тоже приходящее, скоро вас не будет. Все приходящее. Нет такого, чтобы оно просто равно было самому себе, и все. Если вот речь идет об обществе, то вот мы вот с вами, я вначале говорил, когда мы смотрим на общество, вот мы видим, что идет одна формация, а потом другая формация. И вот самый крупный конфликт, который должны изучать конфликтологи, это какой? Это конфликт, связанный с переходом одной формации в другую. Правильно? Почему самый крупный? А потому что это захватывает весь мир. Вот даже мировая война не захватывает весь мир. Правильно? Мировая война захватывает несколько государств. А мировая, она по масштабу. Что там втягивается и другие какие-то в какой-то мере. Но если говорить о революциях, ну это, в принципе, революция, это такое явление, через которое проходят все. Все прошли через рабовладение. Ну, за редкими там исключениями. Все прошли через феодализм, все прошли через капитализм. Буржуазные революции в каких странах не произошли? Если они не произошли там в Арабских Эмиратах, то они там все равно внутри все уже буржуазные, а только, так сказать, все дальние руководства. А так, экономика вся буржуазная. Правильно? Поэтому самый массовый конфликт – это революция. Более массового, который бы захватывал все население и земли, просто нету. Потом войны, а потом уже другие социальные трудовые конфликты, потому что в экономике больше всего конфликтов. А потом всякие разновидности любые. Национальные конфликты, групповые конфликты. И конфликты между индивидами. Подрались двое. Конфликт? Конфликт. Сначала спорили, потом решили силу аргументов, заменить аргументы силы. И разбили себе, так сказать, физиономию и пошли домой. С удовольствием. Мы хорошо поспорили и подконфликтовали. Не бывает, говорит, дружбы без хорошей драки. Значит, мы с вами поставили задачу рассмотреть категорию социального изменения. Как мы к этому подошли? Мы рассмотрели категорию изменения и применили ее к обществу. Поэтому во всякий момент общество изменяется. Никогда не остается равным самому себе. Допустим, вот сейчас цены. Что с ценами происходит? Современная экономика российская. Цены как? Куда? Равны самому себе? И все? Или не равны самому себе? Они больше не равны самому себе, чем равны. Но это же цена этого товара, поэтому она равна самому себе. В этом смысле, что она цена этого товара. И у нас инфляция, причем инфляцию планируют. А что такое инфляция? С точки зрения, скажем, глубокого понимания процесса. У нас производительность труда растет? или нет? Что-то вот так. А растет или нет? Растет. А почему? Да на виде растет. В чем состоит технический прогресс? В чем состоит развитие производительных сил? Развитие производительных сил состоит в том, что один и тот же человек может, или та же группа людей может сделать больше, чем раньше. Правильно? В этом состоит прогресс. И этот прогресс технический, технологический прогресс в производительных силах идет всегда и во все времена. И никогда он не прекращался и превратиться не может. Поэтому с развитием производительных сил развивается производительность труда. Что такое производительность труда? Если раньше за 8 часов делали вот столько продуктов, теперь за 8 часов делают вот столько продуктов. Больше. А если больше делают, то растет производительность труда. Сколько тогда труда содержится в этих продуктах, если тот же самый труд создал больше продуктов? Значит, в одной единице продукта содержится больше труда или меньше труда? Меньше труда. Вот это вот содержание труда в единице продукции называется трудоемкость. Показатель такой. Трудоемкость. То есть с развитием производительных сил, с ростом производительности труда снижается трудоемкость. И самый точный показатель производительности – это трудоемкость. Вот сколько труда пошло на этот продукт. Ну раз трудоемкость, а цена товара чем должна определяться? Рабочим временем, да? Так? На его производство. То есть что должно быть с ценой нормально? Она должна, цены должны с точки зрения затрат труда, на них все меньше и меньше и меньше затрачивать. Вот эти авторучки, они делаются с помощью роторных технологий. Вращается один ротор и делает одну операцию. Он как бы в соприкосновении с другим кругом, другим таким парабаном. И вот он здесь переходит, вторая операция пошла обработкой. Тогда если надо, третья. Там вот вставляет у него что-то и закрывает. И он выстреливает их как автомат, как пулеметы. Эти все. Одно время еще шариковые авторучки заряжали. Я думаю, вы не застали этого времени. Были такие пункты, придешься, авторучки, они достанут этот стержень, зарядят его. Никто уже не заряжает, потому что это стоит на самом деле грошить. Затраты труда ничтожные совершенно. Но можно украсить эту и продать дороже. А инфляция что такое? А инфляция это искусственное повышение цен. Искусственное. Когда она могла появиться? Она могла появиться, когда закончилась конкуренция. Вот если мы с вами, вот такая стихийная конкуренция у нас, не монопольное хозяйство, как сейчас. Сейчас у нас хозяйство хозяйничает крупные монополии. А у нас конкуренция. Вот я хочу вас побить. Чтобы вы разорились, а я бы купил ваше производство. Что я должен сделать? Я должен продавать товары дешевле. Вот вы у меня моложе и красивее. А пойдут ко мне, если у меня дешевле. Я пирожки буду продавать. И вот у меня покупают. Потом вы посмотрели, посмотрели раз, и снизили цену. Тогда от меня ушли, к вам пошли, у вас покупают эти пирожки. А я тогда говорю, у меня бесплатные пирожки. Пошли ко мне покупать. А вы говорите, у меня бесплатные пирожки, и еще даю конфетку. И тут я и разорился. А когда я разорился, то вы все свои затраты взяли, взяли одна, и эти пирожки производите. Ну вот вы тогда цену вот так подняли. Кто с вами может споить? Я не кто, вы монополист. Это называется монопольная цена. И установили ее такой, что она намного превосходит затраты труда, которые содержатся в этом товаре. Поэтому появилось так называемое государственно-монополистическое регулирование. Есть очень хорошая книга, я вам очень советую. Джон Мейнард Кейнс. 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 Кейнсианство. Нет, это слово. Общая теория занятости, проценты и денег. Общая теория занятости, проценты и денег. Не надо с ними сражаться. А просто будет инфляция. И ваша зарплата будет обесцениваться. Зарплата будет обесцениваться. И не надо понижать. Вы как бы зарплату повышаете, а цена повышается еще быстрее. И жизненный уровень ваших работников снижается, а вы обогащаетесь. А почему вы обогащаетесь? А потому что вы, если цены все возрастают, то вы, с одной стороны, получите более дорогое сырье, ну и поставите большую цену. Вот и все. Вам-то безразлично. Значит, что такое инфляция? Инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. А цена рабочей силы – это что такое? Это зарплата. То есть инфляция – это вовсе не означает, что цены на все товары повышаются. На всех, кроме товара, рабочая сила. И получается, что все капиталисты, у них ничего не меняется в этом отношении, а жизненный уровень работников сокращается. Поэтому отсюда возникают конфликты по зарплате. И отсюда идет борьба за то, чтобы повышалось реальное содержание заработной платы. У нас в Трудовом кодексе записано две статьи, есть одна и она называется так – 130-е. Государственные гарантии повышения уровня реального содержания заработной платы. Какие? Государственные гарантии написано – государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. А чем гарантирует? А ничем, ничего дальше не написано в статье. Написано, что гарантирует и все. И еще есть одна статья – 134-я статья Трудового кодекса, где написано – повышение уровня, обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. И больше ничего в этой статье не написано. Кроме того, что бывает индексация. Индексация – это и вовсе не повышение, а выведение на тот уровень, который был в прошлом году в вашей зарплате. Понятно, что всякое повышение содержит индексацию, но не исчерпывается ей. И что получается? Что вот, работники, пожалуйста, ваши требования по повышению уровня реального содержания стипендий, товарищ студент, законны и справедливы. Боритесь. Государство вас приветствует и говорит – боритесь. Ну, как у студентов? Только он собрался что-то организовывать, он уже на другом курсе ушел. Тут неустойчивые коллективы, поэтому никакой активности. Активность бывает у студентов, но чтобы такие даже очень большие, как во Франции были, в 68-м году всякие студенческие волнения, ну, чем они кончились? А ничем. Потому что студенты без рабочего класса, без трудящихся чего-то добиться серьезного не могут. Но, например, цены установить поменьше в столовых могут. Вот у нас тут время от времени меняется состав в нашем кафе. И вот одно время было тут, так сказать, кафе, при котором можно было за 100 рублей пообедать. Потом вдруг раз, новые пришли фирмы, и уже 200-300. И вот студенты-филологи написали ректору, челегу большую, все подписали. И смотрим, появились комплексные обеды за 100 рублей. Что можно было первое, второе, третье получить за 100 рублей. Ну, сейчас время прошло, никто не выступает. Ну, и кушайте. За сколько вы теперь кушаете уже? А за сколько наборолись, на столько и кушаете. Вот такая картина. То есть, вот мы будем считать, что по итогам сегодняшней лекции мы усвоили с вами, что все, всякое общество изменяется. Что изменение это содержит в себе два момента. Это равенство с собой в себе бытие, и неравенство с собой бытие для иного. И не бывает ничего такого в обществе, и ни в каких отношениях, и ко всем общественным институтам, и ко всем общественным проблемам. Не бывает ничего такого, чтобы было только равенство с собой, и не было бы неравенства с собой. Это очень важное диалектическое понимание. Вы уже будете отличаться от метафизиков, которые, вот как вы пришли сюда метафизикам и говорите, я равна самому себе, и все. То есть я понял, что то, что я вам преподаю, абсолютно бессмысленно и бесполезно, потому что если вы все время остаетесь равными самому себе, то вы не усваиваете знания. Правильно я делаю вывод? Как? Часто вы осознаете, что это неправильно так понимать? То есть вы, благодаря тому, что вы усваиваете новые знания, вы все время не равны самим себе. Правильно? Вы все время не равны самим себе. А если вы остаетесь только равными самим себе, то это и ни в коня корм, то есть зря вы тут учитесь. То есть она вас и учит, и учит, и учит, а вы остаетесь равными самому себе. Так в чем смысл-то учения? Как раз в том, чтобы изменять себя и двигаться, получать все больше знаний. Одно дело, вы с малым числом знаний, а другое, вы овладевшие глубокими знаниями. Согласитесь, что они не равны, вы не равны. Вы сами себе не равны в том возрасте. Ну, потом вы скажете, моложе, лучше я была в естественном возрасте, но пока вам это не грозит. Какие есть вопросы? В следующий раз мы еще одну категорию движения будем рассматривать, которая называется социальное развитие. Мы с вами рассмотрели становление, сегодня мы рассмотрели изменения, а в следующий раз развитие займемся. Это тоже же движение развития? Ну, вот, надо подумать. Можете пока подумать на эту тему. Что такое развитие? Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok